Телефон передо мной. Один сидится, другой снимает. Ну чё, давайте вопросы задавайте. Сколько лет я в эфире не была? Вика уснула. И я так сегодня устала вообще вот просто упасть и лежать. Семена, блин. В последнее время у меня перед глазами только семена, 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 и я такая... Оливье, ну стругая, и всё, я больше ничего не буду. Аня, на огороде, на окне два бутончика у перца. Оторвать их, да? Если это коронный цветок, то его нужно оборвать. У вас идёт так стволик, а потом он рассоединяется. И обычно вот в этой пазухе всегда висит цветочек. Вот его обрываете, а дальше уже оставляете. Да, времена перископа было делом. Что за шум? Всё, вы в машине. Как боретесь с клещами на участке? Никак. Нет. Смотрю, кто там ходит. Вы планируете свой день? Да, обязательно. У меня есть ежедневник, куда я пишу все свои дела. Потому что я очень многое могу забыть. Я вообще у меня с памятью, я вообще всё могу забыть. Если мне говорят, обязательно возьми вот там то-то, я обязательно забуду. Это вот даже вот... Или мне Игорь всегда говорит, напомни мне. Это вот 200%, что я никогда об этом не вспомню. Для уставшего очень красиво выглядит. Просто фонарь на меня светит. А Новый год? Нет, никуда не летим. Семена можно заказать. Я даже боюсь об этом говорить. Ну ладно, тут 400 человек, я скажу. На самом деле мы запустили сайт. Я вообще не общаю, потому что я боюсь, что просто полетит сайт. Потому что там есть ещё такие недоработки, этих программистов. Ну, рукожопы люди же все. Все немножко рукожопы. Что магазин открыт сразу. Вообще посыпали заказы, ещё не успеваем даже их обрабатывать. И так постепенно. Потом скажу уже в посте магазина. Потом уже в своём сторис. А потом уже напишу пост. Я тоже не знаю, когда это будет. Заказать можно. Сайт. В этот момент сейчас растёт, пополняется. Что-то просто ещё не нанесли, что-то. Но вот сейчас, на данный момент, у меня полный ассортимент партнёра и все крутые новинки. И всё, что кончилось у самого партнёра. Всё, что, короче, у всех кончилось, у меня всё есть. Потому что у меня лежит это в броне ещё след. То есть новинка появлялась, мне сразу откладывали. Новинка появлялась, мне сразу откладывали. Ну вот, сейчас на сайте полный ассортимент партнёра. Пока не полный ассортимент. Но я не хочу завозить оттенку. Полный ассортимент зачем? Я просто сейчас всё самое классное от них выбрала. На днях появятся... Элиты. Сейчас есть там цилоны, лампы. Хотя лампы, блин, раскупают, как пирожки. Не успевает фиталет их клепать. Что там ещё? Ну всё, посмотрите. Сайт ещё не могу сказать. Он такой ещё сырой, ещё много чего работать, делать. Ну, сайт есть, заказать можно. Вот так. Как справляйтесь с птичьим помётом? Как часто чистите, что стелите? Ой, когда птиченьками занималась исключительно я, когда у меня не было никаких помощников, я как могла облегчала себя труд. Я всегда на зиму стелила тёплую подстилку из сена 30 сантиметров и раз в неделю где-то подкидала, то есть они там покакали и накидала, 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 накидала и к концу там у меня было сантиметров сорок у такого трамбованного сена. И я собиралась мыслями, один раз всё это чистила, и мне так было проще. Потом то же самое было в осень. То есть два раза в год у меня была такая глобальная чистка курятника, но зато у меня всегда было чисто, он вообще не пахло какашками, птицами, ничем. Вот, как появился у меня работник мой золотой, сейчас он как раз птичник делает, там что-то убирает. Стелю опилки и заставляю убирать её каждый день. Пусть убирает. Ну, он не убирает каждый день. Ну вот сейчас мне бетоном залили в этом году птичник, птичник сейчас большой. И сено я с собакам привезла, но ещё заодно, ну, короче, с запасом сено взяла. Я сейчас, знаете, как хочу сделать, настелить подстилку из опилок, а сверху постелить сено. Я обожаю запах сена, и, ну, курочки там что-то поклюют, это же травка, там всё равно какие-то семена, они постоянно что-то шебуршат, там что-то находят. Вот так я решила. И, может быть, вот сено будет верхнее менять. Посмотрим. Привет, Омск. Какие черри порекомендуется для консервации? Кстати, моя особенность моего сайта, что вам теперь не придётся искать там в Инстаграме, чего я выращиваю, а я здесь сделала пометочки, то есть нетипичный фермер рекомендует, и на сайт всегда можете зайти и понять, что классное. То есть всё самое классное вылазит сразу, что я выращиваю, про то, что вам рассказываю уже годами. Вот, в том числе и черри. Черри я выращиваю от Семка, у них одни из лучших гибридов черриков, они вот прям супер. И для консервации они мне нравятся все, мне нравятся вот брать их россыпью. Черри Ира, самые ранние, устойчивые ко всем болезням. Ясик, самые сладкие, в консервации тоже отлично. Негра, коричневые, они, конечно, лучше в свежем виде, но тоже я их консервирую. Черри от Юрия, черри Сава. От партнёра я черри, если честно, не выращивала. Ну, в этом году буду выращивать. Ну, у них тоже много хороших гибридов. Короче, зайдите на сайт, там, чик-чик-чик. Мне кажется, для консервации любой черри подходит. Я в основном черри и консервирую. Ещё от Семки мне нравятся, Уникум, это детерминатные. Они хорошо в консервации. Они такие, знаете, продолговатые, длинненькие черри. И Юг Агра, это тоже детерминатные, тоже от Семки. Привет, Омск, Новосибирск. Как поживают наши карпы, отлично. Ждут весну. Привет из Севастополя. У нас в огороде скалопендры. Что с ними делать, вы уволите? Не знаю, честно. Я даже не знаю, кто это. Нет, ну я слышала, но у нас такого нет. Псюх кушает домашнюю пищу. Ну, она лакомится, скажем так, въезд корм. Ну, может что-то там, кукурагу пожевать, какую-нибудь кукурузу у меня поесть, колбаски кусочек или там. Любит она очень домашнюю птицу, если я запекаю, утку там, индюка, курицу. Вот это она любит. Если нет своего огорода, то огород на окне возможно. Только что мы приехали вечером, и я ей даю землянику, которую вырастила там одна ягодка, вот эта крупная висела. Мы с Игорем даем, она сорвает и говорит мне, дай еще. Я говорю, Вик, больше нет. Она такая на меня смотрит, говорит, дай редиску она мне ест. И вот сейчас попробую землянику. Опять же на моем сайте все наборы для вас собрала, для вашего же удобства. Подборки семян. То есть даже если вы не хотите покупать... Три набора, есть лампы, есть без лампы, есть просто семена. И сейчас на сайте можно все-все по отдельности. Хоть три пакетика купить. Нет минимального заказа пока. Привет из Омска. Как называется порода индюков, которых вы выращиваете? Уже третий год у меня бронза, и я ими довольно больше всего. Я много выращивала разных индюков бройлерных, и бронза мне нравится. Мне кажется, они как-то устойчивы, что ли, вот ко всем вот этим падежам. Ну, как-то лучше они у меня растут, но, может, это у меня они лучше растут. У меня бронза. Сказывать можно. Петуни от партнера. Вообще просто шикардос. Сколько стоило делать сайт? Ну, если бы я его еще сделала... Начинается цена сайта, там, 100, 200, там, 300, у кого как по-разному, ну, все, кто делал сайт, мне все говорили, готовься, что минимум миллион, хороший сайт, минимум миллион. И мой прайс начинался, там, со 100 тысяч, ну, у меня еще 1С-система отдельная поплачивалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И нет, без света ни у кого ничего не растет. У всех все тянется, у всех все в плачевом состоянии, все ужасно. Но придет март, где-то во второй декаде марта. Субтитры создавал DimaTorzok И в этой вкладке семена только те, которые подходят, отлично подходят для выращивания. Там и микрозелень, и томаты, все компактные, все штамбовые. Перцы, там есть и сладкие перец, и острые перец, и баклажаны есть. Зелень разная, укроп, петрушка, базилик, салат. Ну, все, короче. Заходите, смотрите, выбирайте, пожалуйста. Она будет на сайте прайс семян с ценой. Не знаю. Вы имеете в виду, просто скачать прайс есть? Субтитры создавал DimaTorzok и салат. Субтитры создавал DimaTorzok и салат. и салат. Голосуем? Да, нет. Сколько платит теперь работнику по дому? У меня сейчас два работника. Города начала заниматься 9 лет назад. Какой сорт того большущего перца? Алкмар от Семка. Рубик тоже крупный. Партнер от Партнера. И... Лосан... Просто у них очень много названий. В томаты заходишь, а там вроде знаю. Исправляют мои горе программисты. Не нашла сайт. Нетипичный фермер.рф либо страница моего магазина. Такой же сайт. Английскими буквами... Нет. Фермер.ру Я полюбила жёлтые лимонные черри от Партнера. Не помню название. Вкуснее клубники. Это... Черри краски и... Точно такие же черри ясик у Семка. И они очень похожи по вкусу. По формам очень вкусные. Я с вами согласна. Когда самые ранние помидоры можно высаживать весной? В открытый грунт только от погодных условий зависит. Сейчас вообще непредсказуемо. Оливье я всегда с языком готовлю или с говядиной. С колбасой не делаю. Малиновый слон. Томат нет. Не выращиваю. Так. Сейчас смотрю процион. Да, нет, да, нет. Ох, вот сколько тут. Да, 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 да. Ох, в большинстве слоя было, да. Ну давайте я так коротенько расскажу, кто не хочет слушать процион, и продолжу отвечать на ваши вопросы. В начале лета мне написали из Циона, как и всем блогерам садовым. Сказали, ребята, реклама, платим деньги, давайте рекламируем. Ну мне обычно одно из первых всегда предлагают, потому что самый крупный садовый блогер. И я сказала, нет, я вообще очень строго отношусь к рекламе, которая связана с садом, огородом, очень строго. И я даже магазин к себе отбираю сейчас точно так же строго. Так что желающих много, а я еще тут фукую, брать или не брать. Вот. И тут же я смотрю все садовые блогеры, прям, знаете, буквально через неделю там. Цион супердобавка, цион супердобавка. Я думаю, нет, я так не буду, я буду разбираться, что это там за добавка. Говорю, пи***. Овощной, универсальный. По-моему, два мне прислали. Ну, три там, фиксы. Потом у них все там для клубники вышло. Для зелени, по-моему, мне прислали. Вот. Я тестировала там, показывала, посадила там два одинаковых сорта огурца. В один добавил, в другой не добавил. Ну, да, там лучше, похуже. Ну, то есть я понимаю, что он как-то работает. Ну, я, если честно, не понимала, как. Пока я не стала изучать все документы от циона, и пока не перелопатила кучу сайтов, их литературу, все того, чего они мне присылали, с ними, ну, и, наконец-то, я поняла, как это работает. И сейчас могу, ну, как бы даже до своих подписчиков донести, как это работает. В основе этого препарата содержится циолит. Циолит – это природный материал, это камешки. Вот, кстати, по этому поводу очень многие писали, что это кошачий туалет по цене, там, тысяча рублей. Ну, грубо говоря, там вот этот тюб стоит, там, рублей 800. Кстати, очень экономичный. За 800 рублей, ну, действительно, хватает его надолго. И кошачий туалет, он тоже на основе такого же циолита. У меня вот, кстати, в пруду, в... насыпан циолит. Он у меня служит системой очистки. Ну, кто знает этот... камешки, грубо говоря. Циолит сам по себе не разлагается. Не разлагается в земле, то есть он так и останется. И многие садоводы, в частности, вот Марина Рыкальна очень часто показывает, как она добавляет в грунт вот такой вот кошачий наполнитель для туалета в грунт. Вроде как обогащает кремнием, там, дополнительная аэрация, разрыхление. Ну, вот он такой чудесный, только кошачий туалет там стоит 50 рублей, ведро, а это 1000 рублей. И вот очень много недовольных, типа, что циолон офигели? Нет. Там только в основе вот этот циолит и циолит этот... То есть вот эти все кристаллики обогащены разными илонами питательными. И они постепенно корни растения отдают питательные вещества. Вообще производитель говорит, что того, что мы добавим в улунку, хватит аж на 3 года. Я, конечно, на 3 года не тестировала, еще полгода прошло. Но я не ожидаю, что добавив вот этот прекрасный циолон, больше ничего не нужно. Во-первых, он подходит для органического земледелия. То есть они состоят в союзе органического земледелия. Вы можете просто зайти и посмотреть все эти документы. Документы, они есть действительно в свободном доступе. Первое, подходит для органического земледелия. Второе, не является удобрением. Третье, у них есть патент. Как вы знаете, патенты это не то, что раздают у нас там на каждом углу. Для чего вообще изначально разрабатывали циолон? Циолон как раз разрабатывали для того, чтобы отправить его в космос. В космосе у нас тоже выращивают и ставят опыта. И вот нужен был какой-то питательный элемент, который будет долго отдавать растению питательные вещества и будет весь такой прекрасный, замечательный. Вот белорусские ученые как раз таки. И уже наши ученые, русские, дорабатывали все, что у них получилось, вышло вот в тот самый продукт под названием циолон. Я, честно вам сказать, я уже их рекламировала. Когда я взяла на рекламу, это было в конце лета. Да, разобралась. Да, видела, что работает. Да, видела, что огурцы как-то лучше себя чувствуют, нежели совсем без удобрения. Он такой прекрасный, замечательный. И сейчас, когда я собрала клубнику, я ловлю себя на мысли, что у меня нет никаких удобрений. Редиска растет. Редиска растет. Ну, действительно сложно. Мне всегда говорят, да что там фигня, вы сначала попробуйте это вырасти. Это действительно очень сложно вырасти на окне редис. Или получить вот там такую кусистую зелень, или огурцы, потому что они, это не на улице. На улице они всегда там чего-то из земли найдут, чего-то напитают, там где-то дождиком польет, даже если вы забьете, там все равно что-то вырастет. На окне ничего не вырастет. И вы два раза не польете, у вас все сдохнет. Это вот прям гарантированно. Это про меня. Я поэтому на огород на окне хожу, каждый раз ни одной подкормки, ни у одного растения. По причине того, что я раздолбаю. Я хочу, хочу все там даже на свою вторую страницу написать посты, как все это удобрять, и все это. А я смотрю, у меня рассада вообще в шикарном состоянии, просто в шикарном состоянии. У меня клубника, она вот просто вся. И сейчас я вот прям готова сказать, что цион действительно работает, потому что в грунте у меня добавлен только цион и только биогумус. Но биогумус в данном случае, это как мертвому припарку, улучшает питание. Ну, на первоначальном этапе, сколько там у нас в грунте есть, то есть растение его практически сразу заберет. Поэтому вот сейчас, не знаю, как будет дальше, я вообще от этого препарата восторг. И да, он очень экономичный и очень прекрасно показывает себя в домашних условиях, потому что одно дело... Вы мне сегодня снились. Моим работникам снятся огурцы. Значит, поменьше меня смотреть, а моим работникам поменьше семена псовать. В чем мясо запекания в... А, не в чем мясо запекания в рукаве. Запекаю я, да, в рукаве. Большего привета с пензо. Привет. Я не поняла, где премия для фермерских блогов. Почему у меня масляет? Ой, девшонки, хоть что ли фигню страдает? Тут со своими делами разобраться. И вообще, вы меня видели хоть раз в какой-то там блогер? Я никогда никуда не езжу, ни с кем не общаться. Слышь, дел кома. Продолжение про семью ждем. Обязательно как-нибудь? Да, в Украину отправим. Здравствуйте. Каким наполняющим для кошачьего туалета вы пользуете? У меня нет кошачьего туалета, у меня кошка ходит на улицу. Мне 29. 30-ку скоро. Да, перепелками занималась первая птица, которая сбила. семена темирязевского питомника, как вам, ни разу не пробовала. Птица нашлась, нашлась, нашлась. По образованию я бухгалтер. Аня, вы для меня супергерой. Жопа с дырой. Простите. Я заходила с Самсунга, корзина не работала, просто зашла с другого браузера и все получилось. Девчонки, я надеюсь, что все как-нибудь зайдут и все у всех будет работать. Это прям моя мечта. Я флюю и вижу. Я ночью просыпала. И там в 2. У меня мысль. Блин. У нас фитоламп там осталось 9 штук, а мы на сайте забили 60. Люди сейчас будут забирать. Надо ночью посмотреть, сколько ламп купили. Я залазила в админ сайта, там все пошла писать. Там программисту, девчонку, там девки вот это исправьте. В эту же ночь в 4 утра проснулась. Блин, интересно, какие-нибудь заказы еще были. Пошла в 4 утра опять. Смотрите, у меня просто с этой работой напишу на этот темпост. Я там живу сейчас. У меня поэтому ни сторис, ни постов, ничего нет. А, директор проснулся. У вас на сайте будут семена других фирм? Я надеюсь, у меня всех... Просто нужно было с чего-то начать. Это же все денежки. Я так очень много уже так положила, что вообще прям без денежек сижу. Я, может, рада расширить ассортимент по максимуму. У меня нет спонсоров. И весь свой магазинчик я открыла на свои собственные средства. Даже муж мне не помогал. У меня муж даже не знает, сколько я туда уже вложила. Дождать не бывает все и сразу. А, ну, фитолампы светят фиолетовым светом. Это нормально? Да, нормально. Фитолампы вообще чаще всего светят фиолетовым светом. Но у нас фитоладовские, вот, полноспектральные. Особенно вот новые, которые пришли, бюджетные, эко. Они светят белым и желтым светом. А вот под которыми выращиваю я, у них есть слегка такой фиолетовый оттенок. Но они очень приятные. Они не режут глаза. А вот бекалор у того же фитолада есть. Он такой яркий, фиолетовый. И прям аж невозможно находиться в одном помещении. Сразу надо выключать. Весной на рассаду томаты сею в марте. Раньше марта рассаду не сею. И вам не советую. Особенно под этими лампами вообще все прет. В марте, ну, перцы, ну, конец февраля. Это вот прям самый-самый ранний. Лампа из Леройа Мерлена очень слабая. Под ним все вытягивается. Да, вы не думаете, что я там только вот такая хочу бабло заработать, там, лампу вам свои продать. Нет, если бы из Леройа лампы действительно под ними что-то росло, наверное, я себе в магазин, ну, грубо говоря, взяла такие же лампы из Леройа и говорила бы, ребят, у кого есть деньги, покупайте фиолетовый оттенок. У кого нет денег, ну, вот, покупайте побюджетнее. Я так не говорю, потому что я не хочу там втюхать вам что-то там дешевое, но плохое, чтобы потом ко мне приходились претензии. Вот в этих лампах я уверена. Идем, идем. Я поняла, что-то заскучила у тебя тут. Сейчас, подождите, директор возьми. Что, поспала? Ой, а ты у меня еще в комбезе, а? У Тюмба? Скажи всем здрасте. Помаши ручки. Воздушный поцелуй. Понятно вам? Все, сейчас пойдем. Все, ребят, пошли мы домой, мы стоим около дома. Я просто ждала, пока директор выспится. Сегодня второй сон у меня был. Что, не вдруг встал? Помаши всем ручки. Скажи пока. Пока, скажи всем. Пока. Ну, что-то низко вот так говори. Пока. Цари сказали пока. Всем до свидания. До новых встреч. Воздушный поцелуй. Пока.